Всем привет! С вами канал Космостар. Он сыграл больше ста ролей в кино и сериалах, и, наверное, столько же на театральной сцене. Выпускник Горьковского театрального училища стал одним из самых известных и любимых актеров России. Он виртуозно воплощал на экране образы офицеров и кинематографистов, адвокатов и чиновников, аристократов и бизнесменов. Всенародным любимцем он стал, сыграв роль Алексея Чистякова, ученого-математика и счастливого мужа, главной героини в сериале «Каменская». А в жизни актер долгие годы терпел претензии и унижения со стороны гражданской жены, дочери Олега Табакова, а счастье он обрел лишь в 50 лет. Андрей Ильин родился в горьком Нижний Новгород в простой семье. Родители его никакого отношения к миру искусства не имели, только мама в молодости пела в хоре при кондитерской фабрике. Семья будущего актера жила довольно скромно, но он всегда с теплотой и легкой ноткой ностальгии вспоминал свое детство и называл его очень счастливым. Родители держали его в строгости, отец мог и ремня дать за провинности, поэтому Андрей Ильин старался сильно не безобразничать. Он занимался разными видами спорта, позже начал ходить в детский театр, во дворце пионеров и очень увлекся. К моменту окончания восьмилетки Андрей Ильин уже определился с будущей профессией и твердо решил стать актером. Он поступил в легендарное Горьковское театральное училище, откуда выпустилось множество талантливых актеров, ставших известными на всю страну, в том числе Евгений Евстигнеев, Михаил Зимин, Евгений Меньшов, Александр Панкратов, Черный и Людмила Хитяева. Педагоги вспоминали о том, что в студенческие годы Андрей Ильин был очень светлым и добрым юношей, а еще очень влюбчивым. Девушки почти не обращали на него внимания, он был почти незаметен на фоне своих красавцев-однокурсников, но это не мешало ему влюбляться и красиво ухаживать за дамами сердца. В то время он даже представить себе не мог, что свое настоящее счастье он обретет лишь после того, как ему исполнится 50 лет. Со своей первой женой, Людмилой Ворошиловой, Андрей Ильин, познакомился в Рижском театре русской драмы имени Чехова, куда он попал по распределению. Коллега была старше Ильина на 7 лет и первое время старалась избегать влюбленного молодого человека. Но он так красиво ухаживал и был так трогательно заботлив, что она вскоре ответила ему взаимностью. Они поженились, а вот детьми обзаводиться не спешили, считали, будто не готовы брать на себя ответственность, да и материально было все очень сложно. К тому же Андрей Ильин не только играл в театре, он еще и учился на актерском факультете Латвийской консерватории, а потом отправился служить в армию. Позже супруги переехали в Москву, и вскоре их брак распался. Андрей Ильин всегда был очень влюбчив, вот и в этот раз он воспылал страстью к другой женщине и не стал обманывать жену, рассказал о своей влюбленности и ушел из семьи. Он до сих пор винит себя в том, что причинил Людмиле Ворошиловой боль. К тому же она больше замуж так и не вышла. Она сумела простить своего бывшего мужа и сохранить с ним теплые отношения. С предметом своей страсти Андрей Ильин расстался через год, а вскоре в его жизни появилась Александра Табакова. Вспоминая об отношениях с Александрой Табаковой, Андрей Ильин признается, хорошего в них все же было больше, чем плохого. Но плохое со временем разрушило их семью. Актеры не регистрировали официально свои отношения, но прожили вместе почти семь лет. Андрей Ильин занимался воспитанием Полины, дочери Александры Табаковой, от брака с немецким актером Яном Лиферсом. После развода отец Полины связь ей не терял и алименты, довольно большие, платил регулярно. А у самого Андрея в то время зарплата была гораздо меньше того, что присылал Лиферс на содержание дочери. Александра Табакова никогда не упускала случая упрекнуть своего гражданского мужа в том, что он не может обеспечить ей достойный уровень жизни. Она была очень талантливым человеком, разбиралась в живописи и литературе, но при этом была очень эмоциональна и вспыльчива, часто устраивала скандалы и настоятельно требовала перехода супруга в бизнес. В свое время, в том числе и из-за нее, Андрей Ильин отказался от предложения Олега Табакова о переходе к нему в театр. Александра после развода родителей не хотела иметь ничего общего с отцом и считала, если муж будет работать с Олегом Табаковым, то предаст ее лично. Она не смогла простить отца за распад их семьи и считала его виновным в том, что она так и не стала известной актрисой. Андрей Ильин в семейные разборки не лез, но никогда не отказывал, если Олег Табаков просил его передать подарок внучке, с которой не имел возможности общаться лично. Актеру приходилось очень непросто в отношениях с Александрой. Он вообще плохо переносил давление и крики. А если жена совсем уж распалялась, он просто замыкался в себе и замолкал, что злило ее еще больше. Они расставались за семь лет столько раз, что актер сбился со счета. Он уходил, потом возвращался, на какое-то время в доме воцарялись тишина и гармония, но потом все повторялось снова. И однажды он уже не вернулся. По признанию Андрея, расстались они очень плохо и после многочасового разговора. Больше он никогда не видел и не слышал ни Александру, ни ее дочь Полину. Спустя какое-то время после расставания с Александрой, Андрей Ильин познакомился со своей второй официальной женой Ольгой, тренером по плаванию. Но брак этот просуществовал всего несколько лет, и актер никогда не говорил больше ни о бывшей жене, ни о причинах их развода. Кажется, он утратил всякую надежду обрести личное счастье и крепкую семью, когда в его жизнь вошла Инга Рудкевич. Она появилась прямо на его даче в составе телевизионной съемочной группы, готовившей очередной выпуск программы «Дачный ответ». Актер сразу же обратил внимание на симпатичную девушку с бездонно голубыми глазами. Инга была улыбчива и мила, доброжелательно настроена и в то же время по деловому собрана. Но устоять перед обаянием актера она не смогла, поэтому с легкостью оставила в ответ на просьбу свой номер телефона. Потом она согласилась поужинать с Андреем Ильиным и спустя время переехала к нему. Влюбленные прожили вместе семь лет, прежде чем отправиться в ЗАГС. А за четыре года до этого, в 2013 году, они стали родителями. Инга Рудкевич подарил Андрею Ильину сына Тихона. Вместе с ними живет еще Юлия, дочь Инги от первого брака. По признанию актера, он слишком поздно стал отцом в 53 года. Появись ребенок в его жизни раньше, он относился бы к нему не так трепетно. А сейчас с Тихоном у него вообще не получается быть строгим отцом. Он балует Тихона и вообще не может на него сердиться. Поэтому строгим родителем стала Инга, а Андрей Епифанович – папа праздник. К дочери Инги от первого брака актер относится с не меньшей теплотой. Она уже выросла, вышла замуж, стала агрономом и занимается озеленением участков. Андрей Ильин, посмеиваясь, говорит о том, что пока его родная пачерица обустраивает чужие сады и цветники, в их собственном саду отчего-то чахнут фруктовые деревья. Благодаря Инге Рудкевич актер, наконец, обрел семью, о которой всегда мечтал. Теперь дом – это его место силы и источник бесконечной радости и вдохновения. Каждый день он торопится туда, где его любят и с нетерпением ждут. Когда Андрею Епифановичу приходится уезжать на гастроли или съемки, он отчаянно скучает по родным. Инга уверена, что они с мужем встретились в нужное время и в нужном месте. Если бы их встреча состоялась на 20 лет раньше, когда они оба еще были молоды и неопытны, они могли бы просто пройти мимо друг друга и никогда не узнать о том, каким бывает настоящее счастье.